За первые четыре года существования «Ходячие мертвецы» стал, ну, очень популярным и любимым многими сериалом. Зрителю экранов к четвертому сезону сериал собирал уже необъятное количество, и АМС в тот момент задумался над тем, что шоу должно обзавестись ответвлением. Тогда-то и появилась первая информация о том, что у мертвецов будет спин-офф. Канал возлагал большие надежды на будущий спин-офф, видя то, каким мейнстримным стал сериал. Потому-то канал заказал целых два сезона сразу. Как, собственно, и ожидалось, пилот спин-оффа пошел в массы и «Бойтесь ходячих мертвецов» на волне популярности основного шоу оказался очень важным для канала, да и для франшизы проектом. После 10 лет написания серий комиксов и того, как я был близок к дебюту нашего четвертого и, на мой взгляд, лучшего сезона, «Я очень обрадовался возможности создать сюжет во вселенной Ходячих, который не будет привязан к событиям комиксов. Это поистине пустая страница, и это подтолкнуло меня к дальнейшему творчеству», — отмечал в 2013 году Киркман, создатель комикса. Именно так AMC начал создавать из «Ходячих мертвецов» целую франшизу. О развитии и переменах «Ходячих» я уже рассказывал. Сегодня же речь пойдет о том, как менялся сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», и как с помощью него Скотт Гимпул, шоураннер основного проекта и спин-оффа, смог добиться и преумножить планы AMC на вселенную «Ходячих» во много раз. Давайте начнем. Я люблю первый сезон. Это отметить нужно было обязательно, так как по общепринятому мнению, сезон этот многие не любят, и на нем же сериал забрасывают. Если смотреть объективно, то назвать его плохим, ну, невозможно, потому что иначе показать начало, внимание, апокалипсиса, нельзя. Я готов сказать больше. По построению хода сюжета, первый сезон «Бхм» очень похож на первый сезон «Ходячих», в частности, их премьерные эпизоды. До нас даже в курс событий схожим образом вводят. Причем явно специально. Дэйв Эриксон, шоураннер первых трех сезонов, часто делает акцент на том, что это ответвление «Ходячих» и добавляет своего рода отсылки, такие как пробуждение Ника, аналогичная сцена есть и в «Ходячих», его потерянность и исследование заброшенной церкви, чем занят Ирик в госпитале. Да даже имена у героев созвучны. Ник здесь встречает «Ходячего», чем-то отдаленно напоминающую девочку из старта «Ходячих». Может, к созданию конкретно такого интродакшна причастен и Киркман, он тогда в создании спин-оффа участвовал, и, будучи еще не в конфликте с АМС, мог помогать и подкидывать идеи Эриксону. Почему нет? Схожесть я нахожу и в том, что в обоих сериалах поначалу делается сильный акцент именно на саспенсе, на том, что зритель, как и персонаж, должен находиться в постоянном ожидании страшного и невиданного. По-моему, отчетливо прослеживается то, что каналу нужно было сделать в этих планах спин-офф похожим на их самое популярное шоу, ведь через «Бойтесь, Ходячих» у основы могли появиться новые фанаты, а эти самые новобранцы фэндома должны испытать схожее чувство с теми, которые испытывали олдфаги, начиная смотреть «Ходячих мертвецов». Уже далее «Бойтесь» начал явно контрастировать с его старшим собратом. Основным местом действий стал оживленный яркий Лос-Анджелес. Картинка у спин-оффа сходу яркая, теплая, что уже идет в разнобой с тем, какими предстали перед фанатами «Ходячие мертвецы». Думаю, у такого решения есть твое объяснение. Во-первых, это только начало эпидемии, и необходимо было показать нам, каким мир был изначально, как он менялся, как люди приходили к осознанию и принимали факт того, что их жизни изменятся навсегда. Во-вторых, нужно было дать понять фанатам, что это не «Ходячие мертвецы», что у Эриксона и получилось сделать. В общем, план Эмси с моей колокольни выглядел примерно вот так. Новых фанатов канал пытался привлечь тем же самым, чем привлекал когда-то в 2010 году основной проект, а старым фанатам необходимо было дать понять, что это другое шоу, оно отличается, и его надо смотреть. Главной целью тогда было показать все ранее упомянутое, то есть начало апокалипсиса, и первый сезон с этим отлично справился. Ввод нас в курс дела был весьма неспешным. Зрители на протяжении почти всего сезона только лишь знакомились с персонажами, которые, к слову, тоже не были пустышками, и подход Эриксона к их представлению и первоначальному развитию мне понравился. Представленные персонажи – типичная американская горе-семья, в которой есть ее стандартные, так скажем, представители. Мать-одиночка, сын-наркоман, умница-дочь, а также рыбучийся на две семьи – Трэвис. Отношения героев были намного более неоднозначными, нежели в главном шоу, и на мой вкус это было весьма любопытно. Постоянные расприя между семьей Манавы и Кларками, все это меня как фаната этой вселенной никак не отталкивало. Тем не менее, я должен признаться, не с первой попытки мне дался БХМ. Все потому, что на первый взгляд мне все-таки показалось, что шоу какое-то нудное, слабое в сравнении с ходячими, а подойдя к сериалу немного позже, как-то все осмыслив, понял, что таким шоу и должно быть. Первый сезон как раз таки об этом, об обычных людях, абсолютно не готовых к чему-то подобному. Банально решающие какие-то свои семейные проблемы, которые с наступлением апокалипсиса, не сразу, но все равно отошли на второй план. Мне нравится, что Дэйв не забывает у себя в спин-оффе о человеческих факторах, о том, что проблемы героев до начала эпидемии могут отражаться и на них в будущем. Допустим, Ник, будучи наркоманом ранее, уже когда начался апокалипсис, успел словить ломку и в будущем всячески выкручивался, лишь бы снова его не начало ломать. Ник вообще один из самых странных главных персонажей, в принципе, в сериалах. Его вроде бы и преподносят таким вот оболтусом, делают отталкивающим, в отличие от того же Трэвиса, но, тем не менее, за персонажем Фрэнка Дилэйна следить всегда было интереснее всего. Его изменения в характере были интереснее, чем у остальных. Он был одним из первых, кто, в принципе, адаптировался под новые условия, потому что, как бы странно это ни звучало, к подобному он привык, ведь вся его жизнь ранее была таким же безумием. Он и первый убивает человека. Он первый, кто находит способ маскироваться среди ходячих. В общем, как по мне, герой удивительный. И, по ходу сюжета к нему, как бы некоторые не хотели, они привяжутся. Когда о персонажах мы узнаем достаточно, кем-то из них, возможно, проникнуться, Эриксон вводит в сериал то, ради чего спин-офф и задумывался. Историю падения военных, а за ними, за казалось бы, защитниками людей и цивилизацией в целом. Изначально, на стадии лишь осмысления концепции и начала создания шоу, оно имело рабочее название «Кобальт». А «Кобальт», я напомню, это военная операция армии США по сокращению темпа распространения эпидемии в случае выхода ситуации из-под контроля. Что, собственно, и случилось по итогу. Потому этот план в дальнейшем и был приведен в исполнение. Нам показали это как в бойтесь ходячих, так и в ходячих. Все это я к тому, что у меня есть полное ощущение, что именно эта операция, ее последствия, все связанное с ней и были основной целью, по которой спин-офф и задумывался. Нам показали, как военные создавали безопасные базы, как пытались сохранить жизнь вокруг и как по итогу пали. Думаю, изначально первые два сезона должны были стать некой экспозицией к полному показу того, как человечество пыталось бороться за еще существующую цивилизацию. Но в определенный момент авторам просто стало ясно, что растянуть это на два заказанных сезона, на 21 эпизод, попросту невозможно. Тогда-то уже и было объявлено, как будет называться спин-офф, который оказался посвящен не только показу первоначального падения человечества и неудачного плана Кобальт, а приобрел куда больше масштаб, охватив не только Америку, но еще и Мексику. Ах да, это ведь уже будет в следующем сезоне. Ну что ж, давайте к нему. Ранее я упомянул тот факт, что сюжет первого сезона в какой-то степени строился и делал акцент на тех же вещах, что и сезон Фрэнка Дарабонта. Эриксон и со вторым сезоном проделал нечто схожее. Акцент был сделан на отношениях героев, на их состояниях, изменившихся после первого сезона. Причем, подобно финалу первого сезона Ходячих, первый сезон БХМ тоже героев в конце надломил. И блин, вот постоянно прослеживается то, что Эриксон ориентировался на главный проект. Но проблема заключается в том, что герои бойтесь Ходячих, своих выяснениях отношений скорее бесили, чем заставляли себе сочувствовать. И в этом как раз скрывалась немалая проблема шоу. Многие герои в нем были либо пустыми, либо не харизматичными и скучными. Или все вместе. Вот скажите, многие ли рыдали, когда узнали, что Лайза укушена? Многим ли не было пофиг на то, что в первом сезоне не стало жены Даниэля? Ну, четко как-то сомневаюсь. Соответственно, мало кого волновали и постоянные срывы сына Тревиса. Крис вообще персонаж максимально отталкивающий, и от его существования дресло только в путь. Он толком никак не развивался, лишь по течению сезонов становился все более и более противным. Да и вообще, многих героев здесь поначалу можно таковыми назвать. Та же Алисия, допустим, рассказывает многое пиратам, которые далее по сюжету находят героев, и уж подобные действия точно нельзя сослать на человеческий фактор, как это было в Ходячих. Допустим, ну, в этом моменте. Карл был все еще ребенком. Он не знал, что он делает, и к тому, что Ходячий вырвется, он был не готов. Здесь человеческий фактор есть. В ситуации с Алисией его нет. Потому на фоне вот этих вот двоих подростков, мне нравится разумный Ник, прагматичный Салазар и хитрый Стрэнд, у которого хочешь или нет, а своих тайн найдется для нас немало. И ведь все равно перемены настроений сериала похожи на то, как они менялись в Ходячих. В этом сезоне все тоже поначалу в смятении. Эдаким Дженнером здесь оказывается Джордж со своей семьей, который открывает Трэвису неприятную правду о том, что мир в куда большей жопе, чем думали персонажи. Здесь многие герои, так же как и в ХМ, находятся в отчаянии и пытаются найти себя. Тот же Крис все строит из себя хладнокровного, обиженного идиота, из-за которого далее герои разлучаются. Салазар, когда герои оказываются на Вилле Флоресов, начинает вдруг сходить с ума из-за потери жены. Хоть ранее с его рассудком, все и было вроде как нормально. Мик уже селье начинает промывать мозг мыслями, которыми питался Хершел в Ходячих, что снова делает отсылку на то, что сериалы очень похожи в некоторых моментах. И вот я не думаю, что Эриксон ввел Селию и ее подвал с Ходячими специально, из-за нехватки идей. Скорее всего, делалось это в угоду фанатам. Да и к тому же, не показать еще одних людей, считающих Ходячих людьми, было нельзя. Ведь таких гениев, ну явно, должно было быть много. Опять-таки, повторюсь, экспириенс этот нужен был, как минимум, для новых фанатов, которые пришли во вселенную ХМ, именно сбойтесь Ходячих. А для олдфагов, это будет приятная параллель. Поэтому такой момент, мне кажется, все-таки, наверное, был необходим. Пишите, как считаете вы. Страдает также и Стрэнд, потерявший Томаса, и по итогу мы получаем то, что все персонажи как-либо надломлены, либо находятся в конфликте друг с другом. Кларки ополчились на младшего Манаву за его мразотность, и это тоже накаляло обстановку, пока все эти события вкупе не воспламенили ее в самом прямом смысле этого слова. Интересно и то, что тогда же, увидев, скорее всего, четвертый сезон Ходячих, Эриксон делит группу на всю вторую половину сезона, как делает и Скотт Гимпл в Ходячих тогда. Ход этот в БХМ мне на самом деле не особо-то зашел, хотя бы потому, что выглядел прием не свежо, и создавал ощущение, что дальше шоу будет топтаться на месте и становиться куда нуднее. Да, я сказал нуднее, хоть на деле событий в нем произошло даже больше, чем, допустим, во втором сезоне Ходячих. Мы увидели больше локаций, узнали, что наши, в отличие от риковцев, оказались намного быстрее, и убийства людей приняли со своей стороны намного даже спокойнее. И в этом тоже заключается проблема сезона. Вроде бы персонажей и развивают, но в то же время выглядит это неестественно, как было с Алазаром, которого резко начало тогда клинить. Мнава-младший пустился во все тяжкие, и ему только дай повод кого-то убить, сразу же побежит это делать. Здесь на ум сразу же приходит линия Шейна из второго сезона Ходячих, и вот там его колебания после убийства Отисой. То, как ему было от этого видно, что противно, это смотрелось живо, и это было очень клево. В БХМ на данный момент мы чего-то подобного вообще не видим. У вас может возникнуть вопрос, почему я постоянно уже на протяжении нескольких минут, то и дело сравниваю два сериала. Да, потому что первые два сезона скорее воспринимались больше как именно второе шоу, ориентиром которого было явно первое шоу, то есть ходячее. И не проводить какие-то параллели и сравнения здесь, ну, крайне тяжело, я считаю. Когда как далее, проект уйдет уже в иную степь, будет максимально сильно контрастировать и отличаться, и там уже проводить сравнения, ну, не будет смысла, потому что ничего общего почти что в проектах не будет. В плане сюжетной составляющей, твистов и так далее. Ну, в общем, вы поняли. Схожим на данном этапе начало казаться и то, как менялась Мэдисон. Да, она с самого начала шоу такая вся боевая, ее выставляли лидером, но в то же время это выглядело как-то навязчиво. Хоть лидерские посты поначалу и делили между собой и Мэтт, и Трэвис. А, ну еще и Стрэнд, да. Ее часть группы оказывается в отеле, и лично мне эта часть сюжета зашла, ну, весьма слабо. Какое-то невнятное исчезновение Офелии, куча придурков, застрявших в этом отеле и много других весьма посредственных твистов. Единственное, что вкатило, так это ранение Стрэнда. Тем не менее, поместив центрального героя, то есть Мэдисон, в эту локацию, Эриксон как бы обозначил то, что к этому месту по итогу повествование и сведется. И не только к этому месту, ведь второй костяк проекта, Ник тоже кое-где обосновался. Ведь изначально его позиционировали как главное действующее лицо, а уже потом в этом сезоне выдвинули на один уровень с матерью. В этой половине сезона он за собой несет совершенно отдельную линию, которая хоть и не приведет ни к чему толковому, но окажется под свой конец весьма занятной и важной. Началась линия это тоже очень даже сильно, с эпизода, который до глубины сценарного листа пропитан атмосферой выживания и следить за едва живым ником, который прошел через множество препятствий, было в восьмом эпизоде для меня крайне любопытно. Спорным был твист с псевдоиммунным Алекандро и его колонией, которые не особо-то в ладах с мексиканскими бандитами. Вот вроде за всем названным и было интересно наблюдать, но в то же время все это поддано как-то примитивно, а из притягивающих героев у нас здесь только ник. Тогда же появилась и Люсиана, но из нее в итоге, как можно заметить, нормального персонажа не вышло сделать. А сейчас героиня вообще непонятно на каком плане. Третья линия тандем Тревиса и его сына и от этих эпизодов с ними бомбило лично у меня неистово. Как я ранее сказал, вот он тот еще идиот, которого реалистично почему-то прописать никак не могут. Если та же Алисия имела какое-то адекватное развитие в будущем и училась на ошибках, то этот персонаж, будучи таким же подростком, вел себя беспричинно тупо и абсолютно всегда. Да даже его слив был таким же идиотским, как и он, но подарил нам отличный финальный твист, сделав Тревиса убийцей, заставив далее наших покинуть отель, пойти на поиски Ника, и это, а также странствие привели героев к единой точке, к границе, что весьма символично. Если этот сезон еще как бы видал нам о том, что вообще в мире происходит, то уже далее с третьего сезона, который, думаю, каналом изначально не планировался, история от этого уйдет, станет шоу сильнее похожим на ходячих в этом плане. И знаете, хоть изначальная идея сериала перестанет существовать, именно этот сезон для фанатов станет самым культовым и любимым, и сейчас попробуем узнать, почему именно. Сезон открывается необычно драйвово и сильно для БХМ. Прошлые сезоны имели куда более спокойные старты, за которые толком ничего масштабного не происходило. Дэйф Лериксон в первой серии частично позаимствовал концепцию начала пятого сезона ходячих. Это прям ощущается. Персонажи здесь также в ловушке у каких-то умалишенных. Статистов аналогично казнят, а далее уже следует попытка побега. Отличие в том, что сюжет, прописанный Дэйвом, куда более занятен. Ну, для меня уж точно. В шоу вводят одного из самых харизматичнейших и любимых персонажей БХМ Троя. Он в этом сезоне прям таки украшение, вишенка на торте, коржи которого сделаны из крайне необычного и интересного сюжета. Мне нравится в нем почти все, наверное. Да даже Мэдисон похорошела и начала вызывать более положительные эмоции, хоть из нее и начали прям основательно лепить Рика времен пятого сезона. Уже тот факт, что БХМ способен сливать важных и любимых персонажей в самый неожиданный и неподходящий для этого момент говорит о том, что у спин-оффа есть свои преимущества. Главным из них является отсутствие сюжетного канона. К комиксу сериал опять-таки не привязан, что мы выяснили изначально, а потому непредсказуем в отличии от первого шоу. Соглашусь, в «Ходячих» многое идет не по канону, но тем не менее большую часть основных моментов берут именно из новеллы Киркмана. Авторы БХМ еще успеют отыграться первым участником подобного прецедента стал Тревис. Актер, исполняющий его роль Клифф Кертис, подписал контракт на участие во франшизе «Аватара», из-за чего авторам пришлось его убрать, причем весьма спешно, а оттого и еще более неожиданно. Тревис погиб в самом начале второго эпизода, даже до начала интро. Естественно, фэндом был в шоке и в то же время рад тому, чтобы ХМ так сильно дулило чем-то таким, чего ранее от шоу нельзя было ожидать. И ведь тогда явно мало кто мог ожидать чего-то хорошего от сериала, тем более после ужасного седьмого сезона «Ходячих», что, казалось бы, слабый спин-офф, который ранее слабо выделялся, начнет буквально каждым своим эпизодом этого сезона пинать «Ходячих», сталкивая главное шоу с позиции главного. Если первые две серии больше были проекшен и сногсшибательные твисты, то вплоть до последней серии сезона эпизоды давили на педаль газа, направляясь в сторону сюжета. Столько всего нового, неизведанного, как минимум серия про Даниэля, чего стоит. Выглядит вообще как отдельный фильм, рассказывая при этом совершенно не шаблонную для этой вселенной историю, которая в дальнейшем будет иметь огромный вес. Действия Мэдисон в мидфинале просто выносят мозг. После этого как раз эпизода к Мэт я начал относиться ну намного лучше. Она смогла переступить через боль, потеря мужа и пойти на сделку с ее убийцей. Хоть в этот момент на курок нажал и Ник, переняв часть бремени на себя, его матери пришлось ой как несладко и уже тогда в ней зародился тот демон внутри, который способен убить даже друга собственного сына. Арка с семейством Отто весьма сложна. Она многогранна и порой сложно побороть себя и встать допустим на сторону Мэдисон и компании, когда по другую сторону баррикад находится трое, чья харизма разносит все в пух и прах. Любовная гнездышко Лисии и Джейка, которая может треснуть и свалиться с дерева при любом действии Мэдисон. Все эти взаимоотношения двух как бы разных сторон и подключившейся третьей стороны. Это все потрясающе сделано. Конфликт у Эриксона получился не абы какой. Это целый конфликтный блин треугольник. Собственно, вот он. На одном углу находится Кларки и оба остальных угла для них враждебны. Ранчо Отто лишь просто очередная точка передышки, которую они хотят сделать неожиданно своим домом. Даже несмотря на то, что у места есть хозяева. Мэтт злопамятна. Она явно помнила все время, что сделал трой в начале сезона. Как неоднократно лажал далее. Конфликт между углами размытый, но он есть. Хоть не каждая сторона это понимает. Второй их враг индейцы. У героев и конкретно у Мэдисон есть личные счеты, ведь их группа стала виновницей смерти Тревиса. Посмотрев на это под другим углом, можно понять, что этого бы не случилось, будь Отто старше не таким консервативным расистом, не признающим правоту других сторон. Его нежелание вернуть украденную землю как раз и послужило причиной того, что Тревис погиб. Так мы подошли к конфликту и этих двух углов, а соответственно и этого с этим. Вы можете подумать, что я пошел по второму кругу, но нет. Смотря больше, чем у Кларков, их земля украдена, они долгие годы не могли ее вернуть и только лишь сейчас выпала возможность ее отбить. Конфликт этих двух углов затрагивает и третий, так как Кларки часть ранчо, а их глава и вовсе хочет взять все под свой контроль. Согласитесь, что прописан сезон, первая его половина ну просто наилучшим образом. Действия героев герой под понимание произошедшего глазами каждого героя, каждой стороны конфликта. Ранее я об этом даже не особо задумывался, а на деле все и правда очень детально. Вторую половину сезона это тоже затрагивает, ведь как раз таки эти сложные отношения персонажей и повлияли на появление многих важнейших твистов. Гнев Трое уничтожил ранчо и вызван он был тем, что Трое, как и его отца когда-то не устраивали типы, которые посягаются на их землю. Обострился его гнев и тем, что отец совершил суицид, под который Мэрисон и Ник прикрыли убийство Отто. У Трое в голове виноваты были именно индейцы в произошедшем, потому он учинил шутан вместе с Ником, но последнего как Трое не изгнали, потому что у Кальтаки Мэрисон была сделка в медфинале, и у всего этого ноги растут именно от ист с Джеремарией. И вроде бы все стало неплохо, стороны с горем пополам смогли ужиться, когда их вдруг настигла засуха, и этот твист вернул Даниэля, вернул Стрэнда их конфликт. У первого погибает дочь, которую Мэтт пообещала за услуги Салазара вернуть, и все это по итогу приводит к невероятному финалу сезона, коих в БХМ мы в ближайшее время не увидим. Именно Стрэнд и становится во многом причиной того, что случилось в финале. И все это также подвязано к прошлому в виде нахождения Стрэнда в заложниках и задолго. В том же самом месте он заключает сделку с бандой надзирателей. Стрэнд делает так, чтобы захват прошел максимально просто, а в обмен на это надзиратель Джон оставит его и Кларков живыми. Далее все карты начинают раскрываться. Мэтт узнает, что ходячих на ранчо привел именно Трой и убивает его. Алисия же оказывается под стечением обстоятельств с надзирателями, что должно было пойти на руку плану Виктора, но все портит то, что он сначала чуть не убивает Даниэля, а потом лжет об этом надзирателям. И королева воды околола и Даниэль мертвы. Тогда-то появляется она мстит за убитого Эфраина, за что Стрэнд и Кларки должны были получить по шапке, хоть Виктор в очередной раз и пытался сделать как можно лучше для них. Благодаря Нику, укравшему детонатору Стрэнда, Медалисия и собственно Стрэнд смогли уйти. Тут уже появляются все. Нику помогают ушедшие Уокер с бешеным псом и Даниэль. А потом... В конце мы имеем лишь тот факт, что Мэдисон единственная оказывается на берегу. О судьбах остальных же мы ничего не знаем. Это был шикарнейший двухэпизодичный финал сезона, один из лучших из всех сезонов Ходячих, но он требовал лишь несколько нюансов, чтобы не стать пустым к следующему сезону. Ему необходимо, чтобы тайны судеб персонажей оставались тайными, а соответственно, нужно было банально ничего не спойлерить в промо и трейлерах к сезону. Отмечу это как очень важные моменты, которые обязательно необходимы. Остается лишь задать один простой вопрос, а были ли они, эти простые и понятные любому требования, соблюдены? Нет, тянуть не захотелось, ведь ответ был очевиден. И дело не в Дэйви Эриксоне, а в том, что его на пастушью Райнера заменили Иэн Голдберг, Эндрючом Лис и Скотт Гимпл. Последний, я напомню, с пастушью Райнера Ходячих в восьмом сезоне был аккуратно так, каналом смещен. И не имея цели терять такого долгоиграющего во франшизе кадра, АМС сделал его руководителем франшизы и так же шоураннером четвертого сезона БХМ. Если что, об этом всем частично рассказывал я в этом старом видосе, так что будут иногда повторения. Так вот, у Гимпла стояла цель, нужно спин-офф продвигать, нужно расширять вселенную и дать людям большее ощущение того, что это все одна и та же вселенная. Промо-компания к этому году это что-то новенькое. На шоу The Talking Dead был неожиданно объявлен герой, который окажется связующим звеном двух проектов. Им оказался Морган, чего никто не мог ожидать. С того момента нам приходилось ждать финал восьмого сезона, чтобы узнать, как Морган будет связан с БХМ. Финал восьмого сезона и начало четвертого сезона БХМ даже в будущем покажут прям друг за другом, чтобы привлечь как можно больше зрителей основного сериала к спин-оффу. Моргана подвязать можно было только таймскипом, потому новопришедшие Голберг и Чем Близз, а также Гимпл приняли решение сделать временной прыжок, не сделав толком никакой связи между будущим и третьим сезонами. В первых промо нам показали всех живыми на фоне Мэдисон, а далее выкатили хоть и до жути клевый, но в то же время спойлерный трейлер, в котором одновременно и многое стало известно и также многое стало загадкой, но речь сейчас не об этом должна идти. Премьерный эпизод сезона очень сильно отличается от того, что мы видели ранее в шоу. Он сделан с явным расчетом на то, что серию смотрят тут же после финала восьмого сезона Ходячих. Сначала даже цветокоррекция соответствует. Морган уходит от своих и отправляется в путешествие, дойдя аж до Техаса. Цветокорр принимает для многих уже привычный сейчас черно-белый тон, который будет преследовать нас целых два года. Поначалу же все весьма неплохо. Новые интересные персонажи, прописанные по заветам даже не Эриксона, а Буттодорабонта. Особенно такое мнение складывается о Джоне. Появляется интрига вокруг событий, которые в конце эпизода привели старых героев к новым, а также вокруг отсутствия Мэдисон. Со следующих серий же нас начинают кормить второй линией, флэшбэчной, и это стало первой проблемой. Ведь многие, хоть и на удивление, но путались между событиями настоящего и событиями прошлого. Деление на абсолютно разные цветовые палитры не помогло, и часть фэндома сезон отпугивал, и отпугивал именно этим. Прошлое прошлым, а нужных событий мы не увидели. Мы не знаем, как Мэдисон и остальные нашлись, как выжили. Информацию об этом мы получаем в устной форме, и то крайне кратко, что максимально по-ублюдски по отношению к трудам Эриксона. Но на этом насилие над его шоу не окончится. Это только начало, которое еще и весьма неплохое, несмотря на такие уже найденные проблемы. Следующим шагом на пути к падению стал очередной уход одного из центральных персонажей. Подобно уходу Клиффа Кертиса, шоу захотел покинуть и Фрэнк Дилейн, аргументируя свой уход тем, кстати, на тот момент был занят и Рубен Блейдс АК Даниэль. Потому тот и не появлялся в этом сезоне. Смерть Ника фэндом воспринял ну очень плохо. И причем зрители разбились на два лагеря, как это обычно и бывает. Одни, те, что в меньшинстве, были такому рады в том плане, что шоу снова показало, каким жестоким и непредсказуемым может быть. Другие, те, которых больше, авторов проекта запинали, зачастую не разбираясь в причинах слива героя. Ругали шоу за то, что оно без центрального персонажа умрет. Лично я ничью сторону принимать не буду, скажу лишь то, что каждая из них частично доброва. БХМ в разы смелее ходячих, хоть в последнем на тот момент восьмом сезоне основы или уже не основы и слили одного из важнейших персонажей шоу. БХМ порой пугал своей непредсказуемостью и очередной раз доказал свое превосходство вот этим вот эпизодом. С другой же стороны права оказались и те, кто не принимал вывод персонажа. Ведь после этого эпизода шоу не совсем резко, но тем не менее начало меняться во что-то ну крайне посредственное. Вообще, этот факт резких перемен в худшую сторону не стоит подвязывать к гибели Ника. С этим падение качества шоу не связано. Это как винить ходячих в том, что проект стал хуже после смерти Глена и Абрахама. Точнее, винить в том, что именно эти события и сделали проекты хуже. Это просто совпадение. В случае ходячих я уже рассказывал с чем связана слабость седьмого и восьмого сезонов, показав, что появление Нигана и смертью любимчиков с этим не связаны. Бхм же какое-то время после ухода Ника держался, причем немалое время. Четвертый, пятый и шестой эпизоды были весьма неплохими, в особенности пятый, а дальнейшее появление тупости в предфинальном и мидфинальном эпизодах связано по большей степени с тем, что с флэшбэчной линией изначально сильно тянули и под конец к кульминации начали прописывать героев словно наспех, потому-то все и весьма скомканно. Авторы словно хотели побыстрее завершить поднадоевшую им арку, как только можно быстрее и перейти к следующей и уже там начнется самая жесть. Перед ней же авторы выведут и Мэдисон, чуть ли не второго по важности персонажа на тот момент. Уход героини скажу прямо не ахти. Да, напыщенный, яркий, но в то же время безвкусный без банального даже показа смерти, при том, что Аквериса сама сказала, что кроли не вернется, дабы фанаты чего не подумали. Смерть эта проект ничего не дала, лишь отняла еще одно запоминающееся лицо. Казалось бы, все резко должно стать еще хуже, но на удивление такая логика, которой многие придерживаются всегда, относя себя к фанатам вселенной ХМ, не всегда работает. Вторая половина сезона также себя весьма неплохо зарекомендовала, хотя бы тем, что нас ждало нечто новое, противостояние со Штормом, а это в новинку. Правда, за ширмой столь необычного феномена для вселенной ХМ скрывалась истинная линия, которую фанаты не примут. И мне вот кажется, что авторы это изначально понимали, потому на передний план маркетинговой кампании и был выдвинут Шторм и противостояние ему персонажей. К слову, этому было посвящено всего два эпизода всей второй половины, а это, ну, понимаете сами, крайне мало. И при этом, именно эти два эпизода оказались самыми клёвыми в ней. Нужны они были, чтобы показать, насколько все разбиты и разобщены после небольшого таймскипа во время Хиартуса шоу. Настроение было наимрачнейшим, давящим, особенно в десятом эпизоде. Именно эти жуткие события заставляют многих сплотиться. Стрэн впервые выбирается из-за поя, чтобы помочь Джону. Люсиана, как бы она не хотела ненавидеть Чарли, отправляется за ней в смертельно опасную погоду. А последняя оказывается в одном доме с той, кто ненавидит её больше всех, с той, чьего брата она убила. В итоге все сплотились, разногласия забыты, и шоуранеры будто издеваются над проектом, буквально в следующем комедийную арку с пивоварами, альтруистами и их ненавистницей. Оставив внешнюю мрачность, сюжет наполнили чем-то крайне несоответствующим, нелепым и комичным, каким бы серьезным не пытались выглядеть некоторые моменты. Появляется Марта, которая возненавидела всех людей по самой скучной и уже не кажущейся реалистичной причине. Она хочет остановить героев, которые после объединения и избавления от конфликта между пивоварами решают пойти по стопам белого медведя а как Лейтона. Решают спасать людей и развозить коробки с припасами по дорогам. Сюжет всегда и везде строится на противостоянии протагонистов и антагонистов. Точнее, даже препятствие, которое герой должен каким-либо образом преодолеть. Или же не преодолеть. Тут уж как надо. То есть всегда есть нечто, через что персонажем нужно пройти, иначе смотреть будет не на что. Здесь, собственно, смотреть не на что. Антагонист местный настолько убогий, что за ней не то что наблюдать неинтересно. Это противно делать. Ты не хочешь видеть ее на своем экране. Мотив на костылях, на них же и мотивы протагонистов. Цели обеих сторон не выглядят живыми, и от этой нелепой возни между ними просто смешно. Ты не можешь верить ни идеям Марта, ни убеждениям Моргана, и все их действия еще и крайне нелогичны и глупы. За пример возьмем ужасный финал сезона. Там Марта на заправке из 11 эпизода, куда все направились, отравила воду антифризом. Все персонажи помирают, пока Момо отправился за собственно Мартой, чтобы ее переубедить. В итоге эти додики видят канистру с этанолом, которая в их ситуации могла спасти их от отравления и смерти. Хоть на самом деле все должно быть куда сложнее. Они по своей тупости расстреливают эту канистру, не додумываются набрать куда-то вытекающий еще этанол и сидят дожидаются смерти, пока Морган тем временем приезжает к ним на помощь с пивасом Джимбо. И это всех спасает. Вообще, что касается алкоголя в сезоне, то он его неотъемлемая часть. Ведь пиво Джима реально было выпущено в продажу. И как раз после введения пивоваров, в частности Джима, все это безумие правильно мне кажется делать из сериала какую-то срань, чтобы потом на этом еще больше зарабатывать. Как вы могли понять, начали за здравие, закончили за упокой, фраза, которая целиком и полностью описывает этот сезон. Если вначале все ликовали кроссоверу, находились в шоке от выхода к сериала, все еще любили шоу, то к концу смотреть его могли остаться только лишь истинные фанаты, готовые вытерпеть лютейшую срань, написанную буквально будто на коленке. Сидя, блин, на толчке. Да, все настолько плохо. Казалось бы, из такой пропасти шоу, ну, вообще не выбраться, но 9-й сезон «Ходячих», начавший выходить после 4-го сезона «БХМ», поселил во многих надежду на то, что за год авторы исправятся и шоу снова будет на коне. Вопреки ожиданиям, сезон своим началом не то что удивить не смог, он скорее оказался хоть и менее, но все равно разочаровывающим. Параллельно небольшому улучшению насыщенней стала и цветокоррекция, будто ознаменовывая очередное изменение в лучшую сторону, и улучшение этого в лучшую сторону оказалось немного. Мотивы и цель героев те же, занимаются они помощью всем и вся, и это главная причина убогости шоу на данном этапе. Их, как идиотов, обманывает новый антагонист Логан, персонажи сами себя загоняют в ловушку из-за их же тупости и наивности, присущей пятилетним детям. Мы будем следить за тем, как они возвращаются обратно, целую, чтобы его половину сезона. Должно сложиться впечатление, что эта часть сезона ужасно затянутая, но это, на удивление, не совсем так. Хоть персонажи и тусят на одной локации всю 5А, в нее, в 5А, собственно, запихали, ну, очень много всего. Тут вам и атомная станция, радиоактивные ходячие, появление Дуайта, кстати, и его поиски жены, попытки второй части группы спасти пропащих, появление CRM, в общем, контентов, ну, очень, очень много, но в то же время, весь контент этот пустой, и ничего толком из себя не представляет. Из-за того, что сюжетных линий было очень много, из них получилась какая-то каша, по отдельности же обнаруживается минимальная их раскрытость, и тогда возникает вопрос, зачем было душить сезон таким количеством сюжетов, если ни один из них нормально реализовать не вышло. Примером тому служит неудачная попытка возвращения Даниэля, из персонажа пытались выдавить что-то интересное, но если включить любой эпизод с ним из третьего сезона, одновременно с серией и с пятого, то очевидно становится тот факт, что персонаж точно не тот. Помимо этого, с радиацией этой толком ничего авторы не выдали, ни к чему не пришли. Сам показ последствий действия радиации был никакущим, хоть и были в сезоне твисты, которые заставляли покрыться мурашками. По большей же части, несмотря на некоторые удачные моменты, эта половина сезона оказалась слабой. Из того сезона также перекочевали эти алкашные твисты, глупые мотивы антагониста, хоть Логан и оказался куда лучше Марты. Как видите, особо лучше не стало. Но самым парадоксальным, опять же, оказалась и затянутость, и одновременное перенасыщение половины сезона. Видно, что Чамблис и Голдберг, шоураннеры, пытались что-то сделать, но далеко не ушли. Им присуща эта фантастика в шоу, которая проекту не к лицу. Создавая все эти линии, идею сезона, они упустили тот факт, что самим персонажам тоже надо выживать, но им словно на блюдце подносят и электричество, и нехватки еды нет. Буквально по щелчку пальцев они находят детали для самолета. И в этом вся суть нынешних писателей. И в эту сторону движение продолжится и в следующей половине сезона. Правильнее сказать, не просто движение, а полное погружение в их суть. Эти два гения словно забыли, о чем должен быть БХМ. Как должно выглядеть шоу про постапокалипсис. При всем этом, идея для второй половины сезона тоже могла оказаться удачной. Нехватка топлива и борьба за него. Но авторы БХМ, как обычно, облажались. За всю половину сезона мы получили лишь один неплохой эпизод, в котором нам наконец начали раскрывать Логана. Герой начал становиться интересным, но тут же его сливают, сменяя Логана в Вирджинии. И так, всю половину сезона. Нам обещали в девятом эпизоде что-то в духе эдакой документалки, которую снимают персонажи об их жизни, об их достижениях и спасении других людей, чтобы распространять эти записи в коробках, которые они оставляют на дорогах. Казалось бы, опять же, клево, лично я документалки в принципе обожаю, но загвоздка в том, что упускаются типичнейшие моменты, такие как электричество, которое будто есть у всех, раз кого не найди персонажи, все о них знают, то есть смотрели кассеты. Излишняя затянутость диалоговых сцен в этих документалках, которые не приносят сериалу вообще ничего, то есть просто тянуть сюжет. Это должно было быть разовым экспериментом, чтобы банально разбавить обычное повествование, но авторы заигрываются и делают предфинальный эпизод такой же документалкой, которая была еще более скучной и бесполезной, чем в девятой серии. Неудивительно, что эти два эпизода самые низкооцененные. Идея же с нехваткой топлива оказалась всего лишь заманухой, на деле над этим никто особо не парился в эпизодах, основной сюжет двигался только под конец серии, а их наполнение это спасение очередного идиота, оказавшегося в дебильной ситуации. Вот вам женщина, дом которой окружен минами, вот чувак, просящий Моргана с компанией прийти и убить его, так как он укушен. Здесь Стренды Алисия приводят в рассудок чувака красящего деревья, а тут уже чувак скрывается от людей Джинни. В общем, так почти до конца сезона. И видите, все твисты, все идеи, все, что хотят добавить авторы, все это губится в каких-то полумерах. Сценаристы в полной мере не могут реализовать то, что хотят показать. И за это на самом деле очень обидно, потому что каждая из идей сезона ну могла быть весьма занятной. Ее могли раскрыть, могли сделать интересный сезон, но этого не случилось. В финале же мы толком тоже ничего не получили. Лишь сплошная болтовня ни о чем, немного экшена и лишь один нужный и важный момент. Выстрел в Моргана и правда оказался крайне полезным для шоу, как и разделение группы. Этот ход имел, думаю, изначально другой исход. Есть ощущение у меня, что авторы возможно и правда планировали изначально слить Моргана. Но отметив то, каким дерьмовым оказался сезон, предприняли нечто другое. С помощью этого твиста случился чуть ли не перезапуск проекта. Всю клоунаду можно будет убрать таймскипом, вернуть проекту серьезность и больше реализм, чем сейчас. Думали, скорее всего, чем Близ и Голберг. Если их план заключался в этом, то стоит их поздравить. Уж его-то реализовать они смогли. Фраза, преследующая нас на протяжении всего сезона, в каком-то смысле является для шоураннеров даже профессиональной цитатой, что ли. Конец того сезона оказался началом нового, серьезного, иногда пугающего, интригующего и цепляющего, как и когда-то, сериала. Старый БХМ, начавшийся с коллаборации двух сериалов, становившийся постепенно из хорошего и ужасным, окончен. Писатели осознали это, положили своему больному детищу конец и чуть ли не создали новое, очень сильно напоминающее то самое творение Дэйва Эриксона в первых трех сезонах шоу. Фраза эта стала и спутником персонажей, понимающих, что сейчас все иначе. В частности, это понимал Морган, который по стечению некоторых обстоятельств оказался живым, хоть и нездоровым, ни в физическом, ни в эмоциональном плане. Первый эпизод с ним был неожиданно сильным, моментами грустным, а главное, что и сам Морган теперь не ведет себя как идиот-пацифист, кем нельзя быть в истории людей во время апокалипсиса. А я напомню, что в прошлых двух сезонах абсолютно каждый персонаж ни единой человеческой души тронуть не мог. Из основного каста имею в виду. Поведение, как его, так и остальных с этим сезоном стало куда правдоподобнее. Новый эпизодичный антагонист, нанятый Джинни для ловли Моргана, весьма колоритный персонаж, который хоть и был лишь в одном эпизоде, но запомнился Эмиль нам надолго. Он является еще одним признаком того, что все-таки прописывать персонажей авторы ВХМ не разучились. Лучше стал и Стрэнд, которого словно откатили к его истокам. В общем, похорошили все. Первые четыре эпизода делились на разные линии, рассказывали истории отдельных героев и в этом была своя изюминка. Когда же серии начали идти в несколько линий, пятый и седьмой эпизоды все становилось послабее. Соответственно, авторы ВХМ нашли себя в этом направлении и у них эпизоды про отдельных персонажей выходят куда лучше. В особенности выделяется эпизод про Джона и его поиски убийцы Рейнджера Джинни. Кто бы мог подумать, что эта линия для медфинала и старта второй половины сезона окажется ключевой. Здесь нужна ремарка, за медфинал я все-таки принимаю именно восьмой эпизод, не седьмой. Если кто не знает, из-за пандемии восьмой эпизод сезона перенесли во вторую половину, но изначально именно он планировался как завершение первой половины сезона. Детективная линия четвертого эпизода перекочевывает в восьмой и в нем мы теряем Джона, когда раскрывается, что убийцей Рейнджер оказывается Дакота. Персонаж вроде бы и невзрачен первое время, но уже к этому моменту становится двигателем сюжета на данном этапе и вокруг нее строится немало твистов. Вот она убила Джона. Уже далее из-за этого частично погибает Вирджиния. Это завершает арку с войной против нее. Впереди же нас ждет новая арка, в которой также Дакота будет иметь вес. Завязана она на все той же надписи из начала сезона и некоторых других моментах, в которых напоминала о себе. То есть, готовили к появлению новых антагонистов нас долго. В секрете их держали тоже немало и даже герои сначала поддались панике, что мы увидели в 10 эпизоде, когда на фоне взрыва у Даниэля поехала крыша и он чуть не убил Стрэнда. Раскрывать их начали только в следующем эпизоде, показав быт, идеи этих людей, а в конце наконец был представлен и антагонист Тедди. Остатки сезона как раз таки и будут строиться на противостоянии с этим больным на голову человеком. Может показаться странным, что вроде как весь сезон с моих слов получился интересным, захватывающим, а вот и нет. Как раз таки с начала этой арки сюжет начал провисать. Эпизод с представлением злодеев был просто нормальным, хоть и пытался раскрыть забитого автором в дальний ящик Уэса, хоть и представил нам Тедди. Далее же нам подсовывают ненужный эпизод про Грейс, а ведь вместо него нам могли показать что-то по-настоящему важное. На судьбу Салазара положили болт, как и в принципе на многие линии. Нам не дали знать, как Алтея оказалась людьми Сиарэм, не дали знать, где, черт возьми, группа детей, появившихся в пятом сезоне. Многое просто осталось за кадром, чего допускать было абсолютно нельзя. Особо нужным не было и появление отца Джона. Вместо этого и эпизоды про Грейс можно было бы выделить время на все ранее названное. С этим авторы знатно облажались. Начинают всплывать и иного рода косяки, такие как абсолютно идиотские поступки, выставляемые за истоки персонажей, что мы видим на примере Стрэнда в пятнадцатом эпизоде. А четырнадцатая серия и возвращение ноунейма из четвертого сезона точь-в-точь копия столь же бесполезного камбэка Моралеса в восьмом сезоне Ходячих. И даже не верится, что столько всего под конец сезона начало вытекать. Возникают твисты, нужные лишь ради твистов и не более. Персонажи жестоко тупят и тянут время, но все-таки не напрасно. Какой бы спорной ни была вторая половина сезона, каким бы ни был спорным конкретно финал, он является крайне важным для франшизы. Ядерный апокалипсис не просто какая-то мелочь, это нечто масштабное и новое для вселенной ХМ. Именно через угрозу взрыва нам преподносит появление Гражданской Республики. Именно это и может в будущем связать спин-офф с Ходячими Мертвецами, с Миром за Гранью или даже с фильмами о Рике, о которых пока что ни слуху, ни духу. Но сам факт важности Твиста очевиден и сулит также чем-то потрясающим для фанатов. Бойтесь Ходячих Мертвецов является важнейшей частью франшизы Ходячих и отрицать важность шоу нельзя. Да, проект зачастую спорный, львиная доля шоу оказалась слабой, из-за чего его забросила большая часть фанатов, но БХМ значительно расширил франшизу, показал начало апокалипсиса, то, как обстоят дела в других странах, в Мексике в нашем случае, а также показал то, чего не смог сделать первый сериал вселенной, включая вот это. Будем ждать дальнейшие сезоны развития сюжета как в БХМ так и в ХМ. Очередных коллабораций проектов, хоть их и было три штуки. Это же было очередное видео, посвященное развитию целого сериала, надеюсь, вам оно понравилось, и не менее прошлого, ведь я бы и дальше хотел работать в этом направлении, делать такие вот масштабные по моим меркам конечно же видео, поэтому чем больше актива вы проявите, тем выше шанс того, что рубрика на этом канале останется. Подобные ролики по нескольким сериалам я уже и так планирую, если что, поэтому все в ваших руках. Ну а на этом все, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Помимо этого тыкаем на колокол, чтобы не пропускать новые ролики, оформляем спонсорские подписки, потому что это клево, и не забываем о группе во ВКонтакте. До скорых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok